Более 20 лет в Ульяновске действует областной центр оказания помощи лицам, пострадавшим от традиционного воздействия и профессиональной патологии. За все эти два десятка лет в медучреждении не было капремонта. Здание обветшало. Плохо обстояло дело с заменой оборудования на современное. Но такая ситуация уходит в прошлое. К решению губернатора Сергея Морозова центру присвоен особый статус. Кредут капитальные изменения. В этом году заменено крыльцо здания, проведены ремонтные работы в помещениях. Но это только начало. Ежегодно медучреждение будет получать по 50 миллионов рублей. Соответствующие расходы заложены в бюджете. То есть финансирование в целом на развитие центра предполагает 200 миллионов рублей. Мы по поручению губернатора очень скрупулезно разработали все первоочередные мероприятия, которые должны изменить и облик центра, и условия пребывания наших пациентов, и оснастить его оборудованием, и сделать ремонты. Пациенты в центре лечатся от хронических заболеваний и проходят курс реабилитации. Неудивительно, что первыми преобразования коснутся физиотерапевтического отделения, где уже закуплена часть нового оборудования. У нас планируется дальнейшее обновление облика и оборудования физиотерапевтического отделения. Уже в этом году, в декабре, мы открываем такой метод немедикаментозной терапии, как фитотерапия. В январе будет полностью оборудован по всем стандартам фито-бар. Также на 2017 год запланировано строительство и внедрение в эксплуатацию галокамеры, на которые планируется выделить миллион рублей, и обновление облика всего физиотерапевтического отделения, и ремонт зала ЛФК с приобретением новых тренажеров, на которые тоже будет выделено порядка 11 миллионов рублей. Современные дорогостоящие новинки появятся и в рентгенологии. Это одно из ключевых отделений медицинского центра. Планируется в следующем году произвести ремонт, сделать новый кабинет, рентген-кабинет, где будет установлен новый цифровой современный рентген-офарад на два рабочих места, и также в перспективе там будет установлен мамобру. В центре наблюдаются не только участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и подвержившиеся воздействию радиации, но и члены их семей. Жена ликвидатора Галина Кравченко каждый год проходит лечение в специализированном медучреждении. На условия и заботу персонала Галина Владимировна радуется. Это очень, даже очень радует. Я думаю, что для всех это полезно будет, конечно, потому что здоровье человека – это прежде всего. Надеемся на лучшее, надеемся на финансирование также, что это будет каждый год. А после преобразования радости от качества услуг будет еще больше. За 3-4 года поменяется все – от регистратуры до внутреннего убранства центра. Ведь успех лечения во многом зависит от комфортных условий и душевной атмосферы. Егор Титов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.